Рабочий визит министра науки и высшего образования России Валерия Фалькова в Самарском университете начался с посещения производственного цеха Института двигателей и энергетических установок. Здесь производство переплетается с образовательным процессом. В ход идут высокие технологии и аддитивное производство. Здесь изготавливают малогабаритные двигатели для беспилотных летательных аппаратов и оборудование для гражданского использования. Это газотурбинная установка для того, чтобы импортозаместить американские установки. Потребность в них порядка тысячи-две тысячи штук в год, а их используют. Где удалённое месторождение природного газа, нет электроэнергии, нужно тепло. В этом случае тогда на скважину попутный газ ставится такая установка, позволяет получить удалённую электроэнергию. В ходе визита министр пообщался со студентами университета, которые принимают участие в и производстве оборудования на платформе ВУЗа. Мы, как студенты этого университета, приобретаем все знания для того, чтобы в дальнейшем создавать такие изделия. Программирование и управление робототехникой – одно из направлений, реализуемых на базе университета. Обучение происходит как на простейших моделях, так и в киберфизической фабрике малых космических аппаратов. Она расположена в одном из корпусов РКЦ «Прогресс», базирующихся на площадке кампуса. На базе, собственно, вот этой лаборатории, для нас лаборатории, мы уже научились создавать определённые шаги, значит, для того, чтобы молодёжь осваивала создание сложной космической техники на достаточно простых примерах, понятных. И студенты уже с четвёртого курса буквально погружаются в этот процесс, и когда они приходят на нашу площадку, они уже действительно готовы, практически специалисты, для того, чтобы сделать выбор. В технологическое направление готовы пойти, в конструкторское направление, в школу Дмитрия Ильича Аказова. Во время рабочего визита министр науки и высшего образования Валерий Фальков и в РИО губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев приняли участие в торжественной линейке, посвящённой началу учебного года. Министр поприветствовал студентов. Он подчеркнул, что Самарская область – это регион, опережающий научно-технологического развития. Такого результата удалось достичь в том числе благодаря студенческому сообществу. Также министр отметил роль педагогического состава в развитии системы высшего образования в нашей стране. В российской высшей школе работает несколько сот тысяч преподавателей, которые каждый день готовятся к занятиям, приходят на лекции, семинары, практикумы, занимаются индивидуально. Это большой подвижнический труд. Для того, чтобы быть хорошим преподавателем, надо не просто блестяще знать свой предмет, надо любить студента, надо полностью отдаваться своему делу. И таких преподавателей студенты не только им взаимностью отвечают, в свою очередь любят. Они их помнят всю жизнь и возвращаются к ним потом, по прошествии времени. В ходе встречи глава региона Вячеслав Федорищев подчеркнул, что сегодня университет – это основа развития экономики региона. Наша экономика – это наша промышленность, наука, инноватика и в сердце университет. И в Самарской области сильнейшие университеты, в которых, если ты хочешь и стремишься к знаниям, ты получишь лучше. Если ты хочешь применить себя на практике как молодой ученый, ты им станешь. Если ты хочешь заниматься большой наукой, у нас есть такие возможности, причем во всех направлениях – медицина, и космос, и сельское хозяйство, культура, искусство. В Рио губернатор анонсировал новый формат работы в университетах. Раз в месяц все члены правительства будут читать лекции в вузах по своему профилю. Такой диалог позволит улучшить обратную связь от студенческого сообщества и усовершенствовать систему управления. Галина Топилина, Константин Головин, События.